Этот дом появился по адресу Касимовское шоссе 38 в начале 70-х. С тех самых пор за 4 десятилетия в 16-ти этажке ни косметического, ни капитального ремонта так ни разу и не провели. Дом разваливается буквально на глазах. Бетонные перекрытия лопнули, между стенами образовались огромные щели. С потолка в электрощечки льются ручейки воды, которые в свою очередь стали причиной образования грибка и плесени в углах. Идет расслоение панелей, трещины в углах окон, постоянный вот у меня в квартире треск, у меня лопнуло потолочное перекрытие, а мне говорят, что ничего страшного в этом нет. Плиты отслаиваются, межквартирные плиты, вот в общем коридоре пользования, там у нас вообще кошмар, там вообще ужас. Стена валится или вывалится, не знаю. Вот был как-то ураган, дверь с петель слетела у нас на 13 этаже, а кто ее будет ставить? Некому, все пенсионеры. И вот стоит эта дверь, и вторая дверь, и первая, и вторая дверь, все разбитые. И входная дверь тоже сама вся разбита. Некому делать. Никакие рычаги давления жильцов на АЖУ номер 17, по их словам, не срабатывают. Люди исправно платят в казну коммунальщиков по всем пунктам жилищного прескуранта. Но куда деваются их кровные, на которые, по идее, должно привести их жилье в порядок, непонятно. Денег на дом найти никто до сих пор не смог. Зато отписки из самых разных органов власти приходят исправно, в срок. Жители дома уже отчаялись предпринимать попытки привести в порядок хотя бы главную фановую трубу. Здание дало крен, и любые стационарные установки, связанные с канализацией и водоотведением, дают течь. А полгода назад в доме произошел страшный потоп. Причиной тому, по мнению жильцов, вообще стал саботаж. За то, что мы два года обращаемся во все инстанции, нам залили в двухкомнатных квартирах кухни. Почти до середины дома. На крыше есть вентиляция, вот хоть вентиляции нету, а эти проемы существуют. Туда шланг был опущен, шланг, и пострадали вот двухкомнатные квартиры. Кем был опущен шланг? Говорят, это были диверсанты. А кто бы так сказал? Начальник ЖКУ. И так на суде представляют, что в дом проникли диверсанты. Они утверждают, что они ключи от чердака и подвала выдают под роспись. Все это неправда. Там висели китайские замки, которые открывались рукой. Это действительно страшно жить в собственной квартире и слушать по ночам, как потолочные плиты над твоей головой ходят ходуном, скрипя, треща и крошась. Тут уж не до иронии. Упадет кусок бетона на голову и пиши пропало. А от такого халатного отношения руководство 17-го ЖЭУ не столько к жилищным условиям граждан, сколько к их жизни, утверждают люди, руки опускаются. Вот так. И существуем мы в мирное время, рискуя того и глядя остаться под открытым небом. Грустно-то как, господа товарищи.